Время новостей на телеканале Север. В студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Сегодня вы узнаете. Представители Министерства просвещения на практике увидели, как происходит обучение родному языку в Ненецком округе и чем живут школы. Делегация посетила Индигу и Красное. В округе отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. Состояние аварийности в Ненецком округе обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Дары Заполярье презентовали накануне участники клубов общения пенсионеров. Здесь же состоялось торжественное награждение победителей традиционного конкурса среди домовладений Ненецкого округа «Чистое подворье». В окружной столице прошел семинар-совещание на тему языки малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе общего образования Российской Федерации «Современное состояние и перспективы развития». Его участники не только обсуждали проблемы коренных малочисленных народов, дискутировали о возрождении языков и традиций, но и эмпирически убедились в необходимости развития родных языков во время визитов оленеводческие кочеви и сельские школы. Подробности в материале Ольги Русол. Первая остановка – оленеводческая община «Обседа» в переводе с Ненинского «Песчаная сопка». В общине восемь работников. Пока участники выездного совещания знакомятся с бытом и жизнью рядовых оленеводов, глава общины Михаил Семяшкин сетует. Пастухи все холостые, женщин в тундру не заманишь. «У нас задача вернуть женщин в тундру, поэтому в нашей общине уже есть чумработницы. Мы сами ставим перед собой, потому что если перевести на традиционный образ жизни, чтобы занимались кочевым оленеводством, то нужно, чтобы семьи были в тундре. Тогда и дети будут перенимать этот опыт». Михаил считает, что в первую очередь необходимо восстановить вековой уклад жизни в тундре, когда детей не забирают у родителей в интернаты, живут в чумах семьями. Солидарная с ним Римма Галушина, член Совета Федерации Федерального Собрания от Ненинского округа. «И это необходимо сделать. И вот я сейчас буквально разговаривала с ними, конечно, они считают, что да, кочевая школа, особенно начальная кочевая школа должна быть именно для того, чтобы женщины и дети оставались здесь, оставались со своими мужьями и вели традиционный образ жизни, чтобы сохранить вот этот действительно традиционный образ жизни». Этой проблемой озабочены на федеральном уровне. Семинар совещания проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Фонда сохранения и изучения родных языков народов России и Федерального агентства по делам национальностей. Основная задача – решение проблемы учебно-методического обеспечения обучения родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также нормативно-правовое обеспечение сохранения популяризации изучения родных языков. «Какую-то модель все-таки придется возродить. Вот речь идет сейчас о том, чтобы начальную школу, да, кочевую школу хотя бы возродить в каком-то виде. Но здесь нужны усилия, конечно, совместные и федерального центра, который контролирует со своей стороны, да, качество образования, но и все-таки интересы стратегические региона. Если вы мое мнение спросите, да, то частные, конечно. Я считаю, что все народы разные и требовать от них, чтобы они жили той жизнью, в которой живут другие, тяжело, потому что у них свои представления о жизни. В этом, собственно, и богатство наше культурно-языковое разнообразие». Следующая остановка – выездного совещания – строящаяся школа в поселке Индиго. Подрядчик обещает сдать ее до конца этого года. Здание поражает масштабами. Школа рассчитана на 150 учеников. Оснащена большим спортивным залом, актовым залом, в котором предусмотрены даже гримерки для артистов. В школе будет оборудован лифт, а из окон открывается прекрасный вид на море. Пока же 68 юных жителей поселка, именно столько учеников в Индиге, грызут гранит науки в старенькой школе. Обучение проходит в две смены. К слову, будущая школа так приглянулась Татьяне Синюгиной, что последующий семинар заместитель министра предложила провести здесь, в поселке Индиго, но в уже действующей новой школе. Напоследок делегаты подарили школьникам комплект учебников Министерства просвещения. А это уже действующая новая школа поселка Красное. Педагоги школы успешно реализуют национально-региональный компонент, включая в программу уроки ненинского языка, краеведения и другие дисциплины. Безусловно, это важно, и это первое мероприятие фонда, которое мы организовали. Поэтому большое спасибо, во-первых, коллегам из Ненинского автономного округа за организацию этого мероприятия, что мы посетили, посмотрели, увидели все своими глазами. Для гостей педагоги учащиеся школы приготовили небольшой концерт, по окончании которого гости подарили подарки, комплекты учебников, книги по русской литературе, истории и обществознанию, а также футболки с логотипом фонда. Уважаемые коллеги, конечно, спасибо огромное за то, что мы участники Всероссийского семинара совещания, побывая в вашей школе, познакомились с этой школой, с вашими ребятами, с вами, ребята. С вами, уважаемые коллеги, и мы желаем вам только дальнейшего развития и процветания. Остается добавить, мероприятие реализуется в рамках Международного года языков коренных народов, объявленного ООН. Его главная цель – привлечение внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки и активизации. План проведения года языков коренных народов в России включает более 700 мероприятий. В регионе отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий. Состояние аварийности в Неницком округе обсудили накануне на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Подробности в материале Натальи Кисляковой. За восемь месяцев текущего года количество ДТП на территории региона выросло почти на 30%. По словам начальника отдела ГИБДД Леонида Николаева, самыми аварийными участками являются улицы Юбилейная, 60 лет Октября, Ваучейского, Ленина, Пырерка, автозимник на Ульского месторождения, автодороги по маршрутам на Ринмарк-Расное и Хорягинский-Варандей. На 500 процентов, к сожалению, увеличилось количество ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. Таких у нас в происшествии 6, 9 пострадало. В прошлом году было одно происшествие, два пострадавших. Аварийность в округе с участием указанной категории транспортных средств почти в три раза больше, чем по России. У нас в округе это 28,6%, по России 10,3%. С участием автобусов рост ДТП составил, к сожалению, плюс 300%. Четыре происшествия, шесть пострадавших. В свою очередь глава региона отметил необходимость усилить контроль и профилактику в отношении водителей транспортных средств, принадлежащих государственным и муниципальным предприятиям. Что вызывает действительно вопрос, это количество роста происшествий с участием машин, принадлежащих юридическим лицам. И количество ДТП с участием грузового транспорта. Здесь, наверное, надо как-то больше проводить работу. Понятно, что юридические лица, наверное, по вине которых или с участием которых происходит авария, это в большей степени те организации, которые имеют так или иначе, наверное, собственность округа или муниципалитета. Ну, может быть, там и частных лиц. Но, тем не менее, в наших силах, присутствующих здесь, как минимум усилить контроль за водителями, которые работают у нас на линиях. Отмечается, что в зимний период причинами возникновения ДТП является колейность на дорогах. Недостатки зимнего содержания зафиксированы окружной госавтоинспекцией. Неоднократно госавтоинспекция обращалась к органам государственной власти округа о необходимости принятия всех возможных мер, направленных на эффективную борьбу с зимней скользкостью. В том числе, такое обращение мы направляли в адрес округа и в рамках реализации регионального проекта Дорожная сеть национального проекта безопасно-качественной автомобильной дороги. Данным проектом Дорожная сеть, одним из мероприятий предусмотрено, что необходимо применение эффективных противоголедных реагентов, кроме песка. Где-то на 19-20-й последующий период. Так записано в Дорожной сети в нашем региональном проекте. Впрочем, применение химреагентов вызвало бурную негативную реакцию у жителей города. Поэтому было принято решение заменить реагенты на другой материал. Что касается использования эффективных противогололедных материалов на территории населённых пунктов НАУ, в текущем году, в зимний период 18-19 года, на автомобильной дороге федерального значения 381 были применены противогололедные материалы с добавлением химреагента, это была, по нашей информации, соль, вызвало широкий негативный общественный резонанс, протестные движения. Поэтому на сегодняшний день мы применяем пока только фрикционные материалы песок. Губернатор Нинецкого округа подчеркнул, что нужно прислушаться к мнению горожан и уйти от примирения к химреагентам. Также Александр Цибульский поручил Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта изучить мировой опыт в области уборки дорог и применить его на практике в нашем регионе. До верной околейности можно избежать своевременной уборкой улиц. Если сразу во время начавшегося снегопада техника выйдет на дороге, возможно, уборка дорог будет происходить более эффективно. Я не специалист, но предполагаю, прожив какое-то непродолжительное время в столице нашей Родины, я знаю, что как только начинается снегопад, вся дорожная техника, несмотря на реагент, находится на дорогах и убирает. А у нас, к сожалению, логика обычно бывает другая. Отчего его убирать? Вот выпадет весь, тогда и выйдем. Но когда он выпадет весь, его уже укатали за этот момент. В завершение заседания губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам, в том числе Департаменту образования, культуры и спорта НАО, проанализировать эффективность мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и выработать иные действенные меры. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Надзор за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения находится на особом контроле прокуратуры округа. Накануне ведомства совместно с представителями ГИБДД, собственников автодорог и обслуживающих организаций, провели выездную проверку. В центре внимания тротуары и пешеходные ограждения, устройство которых должно было быть выполнено по решению суда. За летний период текущего года по исковым заявлениям прокуратуры Ненецкого округа в соответствии с техническими регламентами приведены участки автодорог по улицам Ленина, Ненецкой, Студенческой и Зеленой. Судебным решением на МБУ «Чистый город» возложена обязанность установить тротуар и пешеходные ограждения по всей протяженности улицы Калмыкова по нечетной стороне. Соответственно, на сегодняшний день от исполнителя поступила заявка об исполнении судебного решения. По результатам выездной проверки установлено, что судебные решения муниципальным предприятиям исполнены. Судебное производство в отношении «Чистого города» прекращено. В рамках исполнения судебного решения был обустроен тротуар по улице Калмыкова. Работы выполнены в полном объеме. Также выполнялись работы по улице Студенческая, по улице Зеленая. Там тоже работы выполнены в нужные сроки. Вместе с тем, в ходе проверки на улице Зеленой выявлены факты нарушения правил производства дорожных работ и ненадлежащего содержания автодороги. В связи с этим ГИБДД в отношении баланса содержателя дороги возбуждено дело об административном правонарушении. В актовом зале Нининского аграрно-экономического техникума состоялась встреча активных представителей окружной молодежи с проректором МГУ имени Ломоносова, председателем правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации Татьяной Картава в рамках проекта «Диалог на равных». Председатель правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов Татьяна Картава приехала со студентами МГУ и победителями молодежной секции ежегодного научного форума Ломоносов из Якутии. Ребята поделились проектами, которые они хотят воплотить и привлечь окружную молодежь. Здесь, когда я общалась с представителем молодежного центра, я увидела, что у вас тоже есть VR-технологии. Я также видела, что у вас есть даже VR-центр. И мы хотели бы вам предложить, возможно, да, с нашей помощью, у нас чуть-чуть дальше вам Якоб расскажет поподробнее про VR, про культурно-образовательный центр, может быть, в данной технологии создать какой-то совместный проект и представить его на фестивале науки. Это вот буквально в октябре, с 11 по 13 октября будет. Также на встрече Татьяна Картава рассказала о важности сохранения коренных языков народов мира. Планета, земной шар, говорит только на 11 языках. Между тем, на сегодняшний день насчитывается 7 языков. Языки – это объекты нематериального культурного наследия. А для нашей страны это очень важно, потому что мы многонациональное государство, и это наше достояние культурно-языковое многообразие. Разве не интересно, что люди говорят на других языках, но они не только говорят, они и мыслят на других языках. «Диалог на равных» – это образовательный проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проводятся встречи известных людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса с молодым поколением. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». В культурном центре Арктика накануне развернулась выставка продажа «Дары Заполярье». Участники клубов общения пенсионеров представили свои огородные достижения, кулинарные шедевры и рукоделие. Здесь же состоялось торжественное награждение победителей традиционного конкурса среди домовладений Ненецкого округа «Чистое подворье». Смотр конкурса организован региональным отделением Союза пенсионеров и проходит уже 20-й год. Подробнее о том, как прошло мероприятие, в материале Ольги Русул. Участницы клуба общения пенсионеров «Ивушка» на выставку в Наринмар приехали из Нижней Пёши. Сетуют, что не смогли привезти с собой всё, чем богаты. В самолёте ограничения по багажу – только 20 килограммов. Но и несмотря на это, выставочный прилавок изобилует консервацией овощами. Одна только консервированная щука, чего стоит. А уж на огородах чего только не растёт. На огородах. Это у нас всё растёт в теплицах, конечно, потому что лето было холодное. А у нас там и баклажаны могут вырасти. Правда, в этом году ничего не выросло. Кабачки. Да, кабачки. Кабачки очень многие у нас там выращивают тоже, да. Ну, потому что холодно было в этом году. Цветы. Ну, цветов у нас, да, цветов у нас очень много выращивают. Единомышленники Людмилы Хозяинова из клуба общения «Рябиновые зори» из деревни Волоковой гордятся своими агрономическими достижениями. Особенно хороша картошка. Людмила Евгеньевна в этом году сняла со своих соток 50 ведер. Ну, в этом году год был, лето было холодное. Но год, мне кажется, удался у нас. Ну, немножко похуже, чем в те годы. Но ничего, нормально. Огурцы выросли, помидоры выросли. Участницы клуба «Рябинушка», в который входят дворы микрорайонов совхоза «Сахалин» переживают. Урожай в этом году не очень. А тем временем их выставочные прилавки ломятся от изобилия. «Год не урожайный в этом году, конечно. Но огурцы, по сравнению с прошлым годом, их меньше. Морковка, естественно, меньше. Картошки, естественно, меньше. Но все равно же уродилось. Вот морковь, пожалуйста. Все уродилось, все понемножку, все уродилось. Картошка нормальная. Клубника, очень клубники много. Но она не успела созреть. Нет, созрела. Почему? Ну, не вся. Сейчас только зеленый на огуре. Ну, у меня уже вся почти созрела. Я столько набрала. Среди посетителей выставки был замечен губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Он с интересом познакомился с продуктами, выращенными руками пенсионеров, приобрел витаминные сборы и варенья. Тем временем самых активных участников конкурса «Чистое подворье», а в этом году их более 200 человек, наградили грамотными и ценными призами. С приветственным словом к собравшимся обратились высокие гости. Владыка Яков благословил их нелегкий труд. Тяга и любовь к родной земле, к мамой родине, она неизбывна в сердце настоящего человека. И вот эти плоды заставляют вспомнить извечную истину, которая из сердца человеческого не искореним. Бог привел человека, насадив райское благобытие. За 20 лет существования конкурса число участников выросло от семи дворов до 213. Кроме того, губернатор учредил специальный приз тем, кто разводит на своих подворьях живность. Сейчас таких хозяйств в семь. Мы считаем, что «Чистое подворье», вот этот большой у нас, большой проект, он решает две задачи. Первая – это, конечно, экология. За 20 лет проведения «Чистого подворья» очень много мы сделали красивого, внесли в сам город. И сейчас мы в пятый раз проводим «Чистые подворья» по поселкам округа, и они принимают очень активное участие. Вторая задача, которую ставят организаторы конкурса «Смотра», это мотивация пенсионеров обеспечивать себя экологически чистыми продуктами. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямагучи». Продолжение следует...